Всем привет! 27 мая состоялась сессия «Вопрос-ответ» с ведущими разработчиками из Blizzard, которые поделились с поклонниками очень важными новостями касательно нового дополнения Dragonflight и новых мобильных игр по вселенной Warcraft. Стив Денозер, старший дизайнер повествования, рассказал нам о последовательности сюжета, прям по полочкам, что за чем идет, как именно мы отправимся на драконьи острова, кто или что ждет нас по прибытию туда, как мы обзаведемся собственным драконом и так далее. И сегодня мы также последовательно перескажем вам все самое интересное с его слов, дабы вы понимали, с чем нам придется иметь дело. Небольшая реклама и начинаем. Приятного просмотра. Нет возможности оплатить подписку? Не беда, ведь существует проект WoW-Syru специально для тех, кто хочет играть в World of Warcraft бесплатно. Если вы давно мечтали сразиться с Иллиданом или Королем Личом, то можете сделать и то и то, ведь на сервере объединены два легендарных дополнения. Множество новых рас, новые квесты и локации, новая третья фракция, стабильный высокий онлайн и многое другое. Переходите по ссылке в описании и начинайте свой путь на Азероте. На Сирусе рады всем. Как мы уже говорили вам ранее, отправка на Драконьи острова будет осуществляться с обновленных портов в Штормграде и Аргримаре. Орда и Альянс образуют единую экспедицию с целью исследования неизведанных земель, и в этом их поддержат Лига Исследователей и Реликварий, желающие разгадать все тайны древних титанических строений. Это будет хорошим объяснением для нововведенного режима межфракционных групп. Но в это же время сюжет игры не будет особо адаптироваться под межфракционную игру, хотя бывали случаи обратного, что игровой процесс адаптировался под сюжет. Но не стоит полностью верить в перемирие, ведь в обоих фракциях еще остались герои, которые не могут или не хотят прощать преступления своим врагам. Также с нами отправятся несколько известных персонажей, коих разработчики пока не желают раскрывать. Однако они говорят, что мы будем удивлены тем, как эти столь разные персонажи находят способ уживаться друг с другом. В Dragonflight разработчики решили опробовать что-то новенькое, и вместо того, чтобы заставлять игроков исследовать земледополнение исключительно с Земли, они дадут нам возможность отчасти пользоваться полетами с помощью полетов на драконах. Это уникальная система, работающая только в пределах драконных островов. И, что самое важное, мы получим собственного дракона, которого сможем кастомизировать под себя. Более того, с драконом мы должны выстроить нерушимую связь, можно сказать, развивать полноценные отношения, как между хозяином и питомцем, или между лучшими друзьями. Ранее подобие такой системы было в дополнении Myths of Pandaria, когда нам давали возможность вырастить собственного воздушного змея. Это было очень лампово и интересно, хоть и довольно долго. Но в случае с Dragonflight мы получим собственного дракона в первый же день после прибытия. Игроку придется заручиться доверием дракона и тренировать его, чтобы он мог преодолевать большие расстояния. Но сначала можно будет летать только на небольшие отрезки, поскольку выносливость, а она будет отражаться в виде заполняемой шкалы, окажется крайне мала. Затем, с течением времени, мы сможем натренировать дракона как следует, чтобы открыть полноценные полеты. Но это будет долгосрочной задачей дополнения. Также в первый день мы познакомимся с драктирами, генетическим экспериментом Нелториона, о котором не знали даже аспекты. Более того, оказывается, драктиры изначально не приспособлены к обликам смертных и могут получить их лишь в процессе прохождения стартовой цепочки, как это было с Воргенами. Алекстраза много натерпелась от смертных рас и других драконов, и это будет ощущаться. Например, рыцари смерти после устроенной ими резни в рубиновом святилище почувствуют особое негативное отношение к себе, вроде альтернативных диалогов. Тем не менее, Алекстраза оптимистично смотрит в будущее и надеется, что все удастся наладить. Первыми союзниками, что встретят нас на Драконьих островах, окажутся клыкары. И, по словам разработчиков, на них потратили очень много времени, стараясь детально проработать не только их модели, но и культуру. Специально для этого они ездили по племенам эскимосов и вникали в их быт, после чего переносили полученные знания в образ клыкаров с островов. Удивительно. На вопрос о том, станут ли клыкары новой союзной расы, Blizzard пока затрудняются ответить. Они говорят, что моржики слишком могучи для того, чтобы стать союзной расой. Хотя, знаете, поразительная проработка их одежды, а также создание женской модели наталкивают на определенные мысли. Как думаете, станут ли клыкары новой союзной расы и хотите ли вы этого? Пишите в комментариях. Ну и в завершение, Blizzard заявили, что уже 3 мая в 20.00 по МСК анонсируют первую мобильную игру по вселенной Warcraft, о которой расскажут в рамках презентации. Вот, это логотип новой игры. Неужели он связан с гномами и их инженерией? Как мы помним, по нашей любимой вселенной разрабатываются сразу две игры, и какими они станут, узнаем только во время презентации, но один из самых популярных инсайдеров, Джейсон Шрайер, поделился информацией о том, что одна из этих игр станет аналогом Pokemon Go, а вторая — аналогом Clash of Clans или Clash Royale, что фактически являются Тауэр-дефенсом из третьего Warcraft. Если насчет второго я еще согласен, то вот Pokemon Go во вселенной Warcraft вызывает огромные опасения. Да и слишком поздно опомнились разработчики. Игра уже далеко не на пике. Пока я монтировал ролик, новости о мобильной игре обновились. По словам журналиста Джеза Кордена, игра в жанре Pokemon Go была отменена еще в начале этого года. Соответственно, одна из игр либо полностью сливается в утиль, либо отправляется на переработку. Слова Кордена подтвердил и Шрайер. Вторая игра остается в силе. Именно ее и объявят 3 мая. И, как говорил Корден, критики и те, кому удалось увидеть ее на закрытом показе, остаются довольны. Так или иначе, совсем скоро мы все узнаем. А пока подпишитесь на нашу группу ВКонтакте по ссылке в описании. Там мы регулярно делимся свежими новостями в текстовом формате, показываем концепты новых боссов, находки датамайнеров и публикуем авторские мемы. Не забывайте подписываться и на наш YouTube-канал. Всем большое спасибо за просмотр, до новых встреч!